Всем привет, с вами видеоблог War Story, я Алексей, и сегодня у нас снаряжение немецкого солдата, манекен, наконец-то, на канале. Сегодня мы в студии не одни, Кирилл, я и, конечно же, помощник наш сегодня здесь, я еще не знаю, как его зовут, он неразговорчивый, вы можете написать в комментариях, какое имя ему больше всего подходит, он будет помогать сегодня показывать вам снаряжение немецкого солдата. Я сейчас выбрал такой комплект из того, что было сейчас под рукой. Я заехал в студию «Невский баталист» Дмитрию Пашторенко, ребята говорят, нужен срочно манекен, нужна срочно скульптура, два дня до отъезда нужно показать подписчикам, что вот, идет работа, собираются комплекты, вот мне, собственно, «Невский баталист» помог и скульптуру выдали. Поза, как вы видите, непростая, значит, человек что-то рассказывает, явно о чем-то вещает и о чем-то негрустном. В руках, в левой руке пробитая каска, значит, с боевым повреждением, сам он тоже как с боевника. Вот мне интересно ваше видение, о чем он сейчас вот разговаривает и кому он это все дело рассказывает, и, может быть, где это происходит и так далее. Поэтому ваши варианты накидывайте в комментарии, и в конце я расскажу, что за приз будет автору лучшего комментария, и кто его будет судить, тоже скажу потом. Итак, перейдем к скульптуре, перейдем к манекену. У меня долго собиралась форма, какие-то элементы отдельные, разрозненные, и я это все дело собирал так в кучке, в комплекты, в небольшие. На манекен надел первый раз. Вот эта куртка, так называемая парка, это немецкая настоящая парка, выворотка. Она идет, получается, двухсторонняя, с одной стороны зеленая, и с другой стороны белая. Может надеваться, как вы понимаете, что на ту, что на эту сторону, в зависимости от погодных условий, которые на данный момент на фронте были. Соответственно, здесь он на белую сторону надет, а здесь, по идее, бы еще красную, например, полоску, там опознавательный знак свой-чужой и так далее. Здесь для нее вот есть вот пуговицы как раз, и они даже не оторванные. Сама парка такая заношенная, хорошо прям ношенная, здесь по рукавам видно, и есть какие-то моменты с ремонтом, еще что-то там, что-то прожженное, что-то подштопанное. Но в данном конкретном случае, именно вот на этом манекене, все вещи зафактурены примерно одинаково, поэтому я здесь считаю, что это не минус. Значит, парка, и внизу, соответственно, штаны суконные, стандартные, армейские. На ногах также у нас оригинальные ботинки, оригинальные, прошу прощения, сапоги. Сапоги правильные, маршевые и с подковой, и, естественно, с гвоздями, все как надо. То есть, у нас они полностью правильные, тоже оригинальные и подфактурены, опять же, вот в такой вот вношенный вид. Все как надо. Это к вопросу о том, зачем я покупаю сапоги. Помните, как-то раз я их показывал, там был какой-то комментарий, типа, зачем обувь нужна. Вот обувь нужна, собственно, для того, чтобы комплектовать такие подборки. В дальнейших версиях манекена, уже после моей поездки в Кассель, я сделаю обязательно фигуру, которая будет именно в кителе. Его можно будет подробнее рассмотреть. Дальше пойдем по снаряжению, по самой сбруи, которая на нем сейчас находится. На поясе основы это ремень. И на ремне вот здесь вот мы видим пряжку армейскую. Приподнимаем лопату, и вот она нам бедна. Лопаты таким образом носили солдаты и наши, и немцы по причине того, что хоть от каких-то осколков, например, они могут защитить живот. Плюс не всегда была возможность сразу же убрать лопату глубоко себе в чехол. Поэтому вот таким вот образом носили лопаты немцы, и это подтверждается фотографиями, и в том числе подтверждается даже археологией. Пряжку сюда я вот эту поставил, потому что она была ближе. Вы здесь видите, она алюминиевая, с накладным вот этим медальоном, парадная. Такие тоже копаются, но лучше сюда поставить будет стальную, вот в этот конкретно комплект. Подсумки маузеровские, два подсумка под обоймы карабина маузер. И вы видите то, что они тоже не ранние, поздние достаточно, там с РБ номерами, и вот здесь вот на заклепках. То есть здесь это пара, специально я их подбирал, чтобы они подходили друг другу по типу изготовления. И вот здесь вот я их установил. За них вот здесь вот мы видим портупея зацеплена. Вот так вот двумя крюками. Портупея ранняя, портупея 1941 года выпуска, о чем говорит клеймо, и вообще тип самой портупеи, тип ее изготовления. Как вы видите, вот здесь вот над вот этой клепкой отсутствуют нитки, вот здесь вот прошивка. Прошивка скрытая, делалась вот через такой скрытый шов специальный. Это как раз признак ранних портупей, один из. Следующий признак ранних портупей, это вот здесь вот вы видите декольцо пришито, как бы параллельно вот этой стропе, на других типах, уже на более поздних. Оно изменило форму вот этого вот сама кожа и изменило форму направления этого кольца. Ну, короче, оно другое стало. Плюс еще мы здесь видим, сейчас я вам покажу. Вот такие вот декольца, декольца, они вытянуты. И здесь вот регулировка по росту, потому что вы понимаете, что солдаты могли быть разной комплекции. Вот эта вот регулировка по росту идет не рамочной пряжкой, никакими другими застежками, а именно вот на таком, как это, грибке. Они сделаны. Такой тип портупеи, собственно, как раз копается в основном на Восточном фронте. И они редкие достаточно, потому что все они на фронте были сношены, либо остались просто здесь лежать в земле. Ну, и на крюки тоже, обратите внимание, это тоже как раз ранние крюки. Они были тоже на более поздних версиях, но это вот правильные портупейные крюки для пехотной портупеи такого типа. Они тоже все на одном клейме, но сейчас как бы неудобно показывать, когда манекен весь снаряжен. За пазухой вот здесь вот прищепка характерная и торчит рукоять ножа. Это не что иное, как боевой нож ближнего боя образца 1942 года. Нож здесь в таком люксовом варианте и состояние, как вы видите, тоже отличное. Он по классике без клейма, просто практически идеальное состояние. Родная краска на ножнах, то есть там прям такой хороший вариант. По идее, можно ему более затертый какой-то нож дать, но допустим, ему его только выдали. Лопате тоже внимания хотелось бы уделить. Я был очень рад, когда ее нашел, потому что она не перекрашена. Она именно в своем таком вот заводском виде. Она в том виде, в котором ее носили солдаты в то время. То есть, как будто ему тогда ее выдали. И потом дальше она не попала никуда на склады. Ее не перекрашивали, ничего с ней не делали. Она дошла до нас в первозданном вот этом вот виде. Она с клеймами, вы видите, на самой вот здесь вот лопате. БОВО. Это клеймо фирмы-изготовителя. И чуть выше здесь стоит немецкое клеймо приемки пехотной. Вафа нам. То есть, все армейская отличная лопата. К сожалению, которой у меня нет еще чехла. Потому что я их видел какое-то количество. Но чехол под складную лопату я хочу обязательно с крышкой. Потому что были без крышки, это более поздние варианты. А с крышкой это как раз классика, опять же, которая попадается на Восточном фронте. Именно вот с крышкой я хочу такой вариант найти. Надеюсь, сейчас вот в Касселе, опять же говорю, через пару дней туда еду на немецкую выставку. Надеюсь, там попадется что-то интересное. И вот у меня такой момент есть, что лопата складная, хорошая коллекционная. А чехол у меня хороший коллекционный к прямой лопате есть. А прямой лопаты нет. В общем, нужно это как-то все дело совместить, добить, чтобы комплекты эти были. Но вот пока лопату мы здесь оставим. Ну и также спереди еще мы можем увидеть вот такой вот экспонат, который вы уже видели на канале, про который я уже рассказывал. Это каска М35 в перекрасе и битая вот сюда вот в левый висок. Если вы еще не смотрели видео, в котором был подробный ее обзор, разбор, в котором была история этой каски, то обязательно перейдите, потому что видео понравилось очень многим. Чтобы обыграть просто вот эту вот сложную фигуру для понимания, нужно было сюда что-то в руку положить. У меня был вариант либо положить вот так вот кошелек, например, потому что он сюда хорошо подходит, как будто он его показывает. Либо, например, каску. Каска мне понравилась больше. А что вам больше нравится, тоже напишите в комментариях. Пока пусть с кошельком остается, потому что так его будет проще развернуть. И, кстати, если у вас есть еще какие-то идеи, что можно вложить ему в левую руку, то обязательно тоже напишите это в комментариях. Но помните, нас читают дети. С обратной стороны мы видим вторую часть так называемой сбруи, то есть вторую часть снаряжения боевого, которую носил немецкий солдат с собой. Иногда на боевых он что-то от себя отстегивал, конечно. Иногда это все носилось, даже еще что-то дополнительно. Тем не менее, здесь мы видим котелок, здесь мы видим плащ-палатку. Такую же плащ-палатку, как вот здесь вот на столе. В качестве фона сейчас находится. Вот она здесь в свернутом виде. Таким образом она двумя допниками специальными крепилась к араме. Это штурмовой ранец, который сейчас закреплен на портупею. На Y-портупею. На штурмовом ранце еще есть подсумок, куда убирались принадлежности для чистки личного оружия и так далее и тому подобное. Он тоже здесь есть, тоже тут присутствует. Ниже это не что иное, как противогазная маска. Противогазный бак, точнее, с противогазом внутри. Если кто-то не видел немецкий противогаз, давайте я вам сейчас его покажу. Как это все дело выглядело и выглядело оно следующим образом. Вот так вот. Вот он классический противогаз немецкий. Тоже такой не самый ранний, но и не самый поздний. Здесь мы видим незапотевающие очки. 1944 год здесь на клейме. На самих вот этих вот окулярах незапотевающих. И, в принципе, такой хороший-хороший комплект. Внутри здесь тоже есть клейма. Кто не знает, если будете покупать, обращайте внимание. Вот здесь вот вафинам должен быть на, получается, левой части, на левой щеке, на вывороте. Обычно он там стоит. Сам противогазный бак состоит из бака непосредственно. А также еще здесь внутри есть колба такая, вставка алюминиевая. И наверху кармашек для незапотевающих линз. Сейчас не знаю, видно или нет по камере, но здесь вот эти вот линзы находятся и по сей день. Обычно здесь еще клеймо стоит. Здесь его нету. 1938 год, по-моему, да? Нет, 1940 год. Вот эти конкретно вставки. И, кстати, стоит отметить, что у нас тоже были незапотевающие вставки. У меня даже ездят вот эти копанные бумажки. Это желатиновые такие кругляшки с желатином, точнее, на которые вот собирается влага. Они не запотевают. То есть, на самом деле, такое изобретение не очень хитрое. И еще в комплект входила вот такая вот протирка байковая и пружина, так называемая ромашка. Что еще входило в комплект противогаза, напишите в комментариях. Потому что мне интересно, сколько людей знает, сколько предметов находилось вот в этой вот противогазной банке в полной комплектации, как говорится, по уставу. С правой стороны от противогазной банки находится сухарная сумка. И сухарная сумка здесь как раз такого тоже не самого раннего периода. То есть, вот здесь вот нету кожаных таких вот кожаных нашивок на перекидную вот эту вот лямочку. И обратите внимание, как здесь крепится котелок и фляжка. Котелка вы здесь не увидите на сухарке, потому что он закреплен на штурмовом ранце. А у фляги была система крепления нехитрая. Карабином мы цепляем за верхнее Д-кольцо. Нижнюю часть, чтобы закрепить, мы должны продеть ремешок вот в эту вот кожаную петлю и застегнуть здесь на шпенек данный ремешок. И все. Таким образом фляга почти намертво пристегнута к сухарной сумке. Достаточно быстро отстегивается. В принципе, удобный получается момент. Они до конца войны им пользовались. В самой сухарке носили запас продуктов носимый. А также всякие вот такие вот вещи там можно найти на раскопках. То есть, например, вот это не что иное, а как жировница так называемая. То есть, или маргаринница. Какой-нибудь, например, нож вот такой вот столовый с немецкими клеймами настоящими. Можно иногда там обнаружить. Или просто ложковилку. Это то, что, собственно, у солдата могло быть. То, что солдат мог носить в сухарной сумке, если она была с ним. Также из бытовых вещей. Здесь вот, например, у меня есть еще эсбит. Эсбит мы даже как-то разыгрывали в свое время на канале здесь. Тоже это вот портативный разогреватель. Он мог быть там внутри убран. То есть, это такая вот сухарная сумка. Название говорящие. Кроме того, и бы запас какой-то туда могли складывать. Ну, вы понимаете, что это сумка, которая использовалась по-разному. А на более поздних вариантах, на более позднем исполнении. Обязательно, наверное, это покажу. Здесь даже есть карман для пенала, в который входит комплект чистки личного оружия. Ну, и с обратной стороны давайте обратим внимание тоже. Здесь на поясе висит штык к карабину системы Маузера. Это классический штык 1941 года выпуска. Такой вот коллекционный хороший вариант. Во время того, как я комплект весь этот собирал и наряжал манекен. На это, вы знаете, достаточно хлопотное занятие. Особенно надевать вот все вот эти вот вещи, форму, штаны и так далее. Это здесь сразу же пригождаются навыки, полученные в медицинском учебном заведении. И в процессе наряжания ты как бы очень увлечен всей этой историей. Потом дальше вся эта сбруя одевается. И в конце, на самом видном месте остается вот так вот лежать штык. И ты понимаешь, что чтобы этот штык сейчас надеть, нужно вот пряжку снимать, подсумок снимать. Вот это все начнет падать. Вот здесь вот хоть и висит, но не очень крепко. И поэтому я его подпихнул вот так вот под ремень. Вот мы сейчас с вами кратко осмотрели, в принципе, весь комплект снаряжения. Из которого состоит вот этот конкретный экспонат. Прям вот целая экспозиция собирается, когда фигура появляется, которую можно облачить в форму. Следующий будет советский манекен. У меня уже есть комплект отложен. Если здесь были разрозненные части, о которых вы обязательно напишите, какие здесь ляпы были допущены. Следующий будет советский. Там уже все у него отложено. Тоже интересный момент. К сожалению, до касселя не успею. После касселя сразу же сделаем. Еще интересный момент, что сюда можно же еще в карманы догрузить. Сухарку догрузить, укомплектовать. Можно на китель, например, какие-то такие награды. Ранение, общий штурм, к примеру, прицепить. Или еще какие-то личные вещи сюда укомплектовать. Можно, например, каску было бы надеть. Но, к сожалению, на эту конкретную голову каску не надеть. Потому, что голова большая за счет шевелюры. А так бы, например, сюда вот М42 с декалью очень бы хорошо подошла. Вот такая вот каска. И так далее. То есть, есть варианты, которыми можно укомплектовать. Я буду показывать эти варианты. Здесь у нас, например, есть варианты такие, что мы можем показать немцев в кителе просто. То есть, убрать парку и какой-то комплект собрать. Следующий вариант у нас, собственно, белый сейчас показан. И также можем вывернуть парку и собрать третьего человека уже в другом комплекте. Ну, вот, наконец, показали первую скульптуру, первый манекен на данный момент немецкого солдата на канале. И хочется услышать ваш отзыв. Как вам вообще вот эта история? Как вам подобная подача? И напоминаю о том, что вначале мы же анонсировали конкурс. Нам нужно придумать, что за такая вот обстановка здесь есть. Какой это год? Где это может быть примерно? И о чем вещает данный конкретный солдат. Автору лучшего комментария по версии закрытого голосования команды WarStory будет презентован такой дисплей-кейс. Естественно, пустой. Здесь я выложил награды. Это пример того, как вы можете, если вы даже не коллекционер, экспонировать награды просто своего родственника. Боевые награды своего деда или прадеда. Это отечественный багет 23х30. Такой формат около А4. Очень удобные люди как раз берут для того, чтобы награды какие-то либо свои, либо своих родственников туда поместить и разместить где-то на полке, чтобы эта вся история не пылилась. И вот это, собственно, будет приз, автор лучшего комментария. Условия я вот буквально только что озвучил. И еще я сейчас буду заказывать себе манекен, буду заказывать себе фигуру. И мне нужно продумать, какая должна быть нейтральная поза, в которую можно будет эту фигуру облачать и в советское, и в немецкое снаряжение. То есть, вот какой он должен быть. И какое вот, например, пример на выражение лица. В общем, в вашей идее все будет прочитано. Вы знаете, комментарии я читаю, там лайки ставлю и так далее. Даже иногда на ваши комментарии отвечаю. Так что все будем читать. Все. На этом я обзор свой заканчиваю. Первый манекен показали на Варсторе. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok